В октябре накануне Дня Республики руководитель области провел встречу с региональным активом Ассамблей народа Казахстана и членами этнокультурных объединений. В ходе встречи участники обсудили актуальные вопросы их деятельности и перспективы дальнейшего развития Института АНК. В следующем году исполняется 30 лет со дня образования Ассамблей народа Казахстана. Аким области Асхат Шахаров отметил, что общественное объединение активно развивается в планах создания клуба молодых ученых, студенческой ассамблеи и ассоциации творческих коллективов. Особо подчеркнул роль молодежного крыла ассамблеи, которая откликнулась на призыв помочь пострадавшим во время паводков актюбинцев. Это один из признаков зрелого общества. Сегодня Ассамблея народа Казахстана играет важную роль в создании благоприятных условий для формирования и укрепления казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства. Благодаря системной деятельности Ассамблеи в многоэтническом пространстве нашей страны можно говорить о доверии, согласии и взаимопонимании. Наша задача – дальнейшее усиление межэтнического согласия, основа для устойчивого развития и процветания Казахстана, отметил руководитель региона. Представители Ассамблеи этнокультурных объединений рассказали о проделанной работе, в том числе о создании молодежного каворкинг-центра и участии в республиканских акциях. Мы участвуем в мероприятиях, которые организовывает Ассамблея народа Казахстана, в акциях благотворительных, как-то перед дорогой в школу. То есть работа ведется не только в направлении праздников, но также благотворительности, как поддержка инициатив президента Республики Казахстан. Тех, кто особенно ярко отличился на поприще общественного согласия и единства, наградили почетной грамотой президента Казахстана и благодарственными письмами Акима области. А заместителя председателя АНК региона, председателя Корейского общества Юрия Шека удостоили медали Брелик. Канат Умаров, Ернард Демисинов, Активинская область, 24КИЗ.